здравствуй уважаемый турбозритель сейчас проверим как вот это вот наборчик кастрюлек сковородочек купленный на алиэкспрессе сможет помочь голодному такому как я любителю жанра youtube взять и приготовить яичницу из двух яиц что мы видим наборчик собой представляет комплект из двух разновеликих но одинаковых по свойствам кастрюлек которые использовали с разной интенсивностью вот одна из них вот это мы сейчас и попробуем проверить не в полевых условиях а в кухонных обычно как можно с ее помощью взять да и приготовить эту самую яичницу опыт у меня по ее приготовлению уже имеется не могу сказать что положительно удовлетворительно удовлетворительность это основала на том что не все раньше сало успевало сгореть до того момента как я понимал что дальше уже надо прекращать термическую обработку причина этого явления очень маленькая теплоемкость этих стенок и отличная в общем то теплопроводность сейчас зажигаю огонь и делаю его минимальнейшим при том что уже сразу же началось началось вытапливание сала я как понимаю печка не всегда выдерживать такие минимальные то нагревы а что может быть в поле когда кто-то решится на подобный эксперимент единственное что придется вот видно что как не старайся тут все равно эти обгорания происходит кстати пожар касалах происходит моментально по этой же самой причине раз она уже розового даже не розового коричневого все эти разговоры какие-то пациенты на военной комиссии медицинская вместе со швейком прошварки или вот они в общем то я уверен что покажи им подобный фильм они бы не выдержали того режима там который местный доктор пилюлькин им установил так но сейчас более-менее образовался слой этого самого теплоносителя то есть сам и непосредственно непосредственно не угрожает пригорание поэтому немедленно сейчас введем сюда в качестве элемента который мы будем есть и одновременно теплопоглотителя картошку которая была сварена мундире в общем то с наивной мечтой получить на ней хрустящую корочку почему мечта наивная ну картошка когда варилась она же воды впитала с одной стороны с другой но сейчас я вижу как интенсивно вытапливается сало если сейчас не забирать а а вода как раз картошки испаряющиеся с поверхности этой картошки не забирать энергию с этой горелки то сало очень быстро превратится в уголки в угольки спешить надо и остановиться на достигнутом а а именно бог с ней с этой корочкой добавим сейчас туда остальных заранее подготовленных овощей которые содержат в своем составе большое количество воды 5 минут полет нормальный от лука бы тоже тут конечно чего-нибудь хорошо бы добиться но самое главное добиться чтобы не было это угольками я предполагаю что от такой посуды почему она не прописалась в таком исполнении на кухне вот видно что сейчас уже салата ну почти все из клетчатки своей весь жир передала наружу сало уже превратилась называется в одну клеточную оболочку не знаю может быть какой-нибудь грамотный биолог меня и подправит такое впечатление что там галимая целлюлоза осталась что конечно не очень-то вкусно но овощи судя по их поведению каким-то образом в общем то конечно получили свою долю энергии морковка она и так сыром виде съедобная морковка надеюсь стала мягче а лук потерял свою остроту пока комфорта закачивает энергию мы эту энергию естественно обязаны на что-то тратить вот на эти самые процессы а сворачивание белков по мощному там сказать динатурализации ну желтков что-то с ними там происходит по простому говоря надо успеть быстро разбить яйца пока тут все не сгорело ну естественно каким-то образом это более-менее аккуратно вот видно что тут я зазевался с помешиванием уже раз бачок пожалуйста так глазунью в таком калибре толщине посуды делать нереально я вам скажу поэтому сделаем вот такое блюдо болтунья самое главное при этом хорошенько прожарить все составные части яйца с тем чтобы они с тем чтобы они эти части яйца ну были каким-то равномерно потребляемым продуктом вот чего я считаю же можно достичь на этом нагрев прекращаю извлекаю заранее подготовленные специи вот они или перца с не бухнуть бы сюда всю пачку вот эти самые так точно равномерность распределения сделает свое дело вот такое блюдо максимум из того что можно приготовить вот в такенной вот сковороде сейчас мы поставим настаиваться а пока полюбуйтесь еще раз на коробку прежде чем я залью это кино не яйцами на youtube всем спасибо за внимание